Лет шесть или семь я прожил здесь. Я в другом месте там два года жил. Раньше у меня не было забора. Я не знаю, год или два забора у меня поставил. Кто-то лазил ко мне. Вот оно у меня. Осторожно, только не зацепи, не порви. Вот оно. Вот так я и жил здесь. Маленькая печечка у вас здесь. Да, да, да. Она не смазана, а так сложена. Как вы здесь помещались? Малюсенькая. Так я вот тут ведро поставлю, помоюся, чтобы я в саже был. Она коптит же эта печка-то. Бывает, когда холодно, примерно лает. Вот палка. Но в этом году плохо было. Добрый день. А можно посмотреть, как вы устроились в новом доме? Нам очень интересно. Да, пойдите, пожалуйста. Спасибо. Я еще не обжился больно, но постепенно все. Тепло. Ой, тепло. Вы печку топили? Да. Только там осторожно, не ходи, а то провариваешь все внизу. Ладно, здесь погреб старый какой-то. Нет, тут была канализация. Это самое, знаете, туалета нет. Намешиваю и вывариваю. А вот в лес там вода есть, она уже как растворяется. Это же удобрение. На туалета нет? Нет, нет, нет. Я сделаю. Я же плотник столик. Я постелил листы. Видишь, дырки какие. Да, да, да. Я у людей помощи просил. Я же три месяца мне набежу. Я благодарен Юям, конечно. Помогает. Хорошо, Бог видно. Присылают вещи, деньги, да? Да, да. А тут вы топите печку. А тут я это тут как-то, знаете, как это, как это. Ну, я тут плитку включаю, печку готовлю. Видите, тут и это самое. Да, она рабочая. Я все слежу. Я эконом класс. Тут плитка была. Вон, видите, лампочка горит для хранителя. Вот лампочка. Видите, горит. Она экономичная и все. Я стараюсь с дровами. Дрова есть, что печку топлю. Вам нужна посуда? Вот смотрю, у вас совсем немножко. У меня есть посуда. Мне нтали сейчас. Я не хочу посуду. Не надо мне посуды. Вы минимально, да, обходите? Да, да, да. А как вы кушать, что вы кушать готовите? Ну, у меня сейчас рожки есть. Я рожки дал мне. Приезжал где-куда, отдал 100 рублей. Я живу, вытягиваю. Перед телом, стадионом, кладбище. А кладбище... Потом в празднике я железо собираю немножко и сдаю тут. Есть я так. И живу насчет этого. Мне много. Я не пью, не курю. Мне хватает. Переклестка. Там. Ну, я все вспоминаю. И повешу. Они же... А зачем вы писали? Я же не пью ничего. А думаю, я... Они пьяные, наверное. Ну, двое, трое. Ну, вы посмотрели, тут железо лежало. Я на 3 тысячи сдал так. Люди сколько дали мне. Я благодарен людям. И Путину благодарен. Не знаю, Горбачева хвалить, не хвалить, не знаю. Я закрыл. И велосипед стоит. Нужно? А, понятно. Я просто смотрю, дом стоит соседний. Дай, чтоб теплее было. Сюда это закрыл. Вот велосипед мне Айсей подарил. Я его подделал. С колеса ее заклеить надо мне. Это, ремкомплект. Вот на таком велосипеде меня сбили. У вас очень аккуратно все убрано. Вы молодец, все прям прибираете. Так, ну, это еще так что, немножко я сделал и все это уберу. То вы посмотрели, здесь немножко было так. Я поубирал все, по сдавал. Люди вот понадавали мне вещей. Так я радуюсь. И обувь, и одежда. Все у меня вот тут. Понадавали. Я благодарен, вы знаете как. Понятно. Посмотрите, люди. Ой, и свет у вас есть? Да, да, вот люди понадавали мне. Я благодарен людям. Ой, ну много вам тут смотреть. Это все, считай, люди надавали мне. И обувь вот снизу. Привезли, женщина привезла мне. Еще обещали стиральную машину, мини-вятку. Свалки надо беру. Это я благодарен людям. Понятно. Это чудно, как Бог делает. Видите? Нет, нет, одна печка здесь. Видите? Это эти как, они пекут для печенья, для тепла это сделано. Понятно. Это как чудно. Знаете, у меня вся жизнь Бог ведет, как чудно все. Мне нравится здесь по кроме леса. У меня же это самое, как сказать, я видел сверхъестественное. Ну, что-то если голос не так, я запрещаю этому голосу, что не отошел от меня сатана. А я знаю и Писание, я по Библии живу и все. Вот скажите, я поэтому верю, я знаю, что есть Бог. Я в 86-м году в Закарпатье. А мама у вас уже умерла? Ее убили. Убили. Да, вот Катюке я вот все думаю. Я и на них не злюсь, потому что если они уверуют, Бог их простит. А если нет, то пойдут на суд они. Да, и после аварии как раз, да? Я сперта не боюсь. Вот вчера, я не знаю, сосед, что-то приходили, понимаешь, дрался и не подел. Да, да, читаю книгу. Кто-то оставил, распад, ЦРУ развалило Советский Союз. Вот эту. Книгу я читаю и сжигаю страницы. А зачем? А зачем они мне нужны? Я получаю навыки и все. А телефон вам тоже подарили? Я купил его, мне 20 тысяч дал, который я сбил за 500 рублей. А я еще не пью, я ехал по левой стороне. На велосипеде, у меня стоит велосипед такой же, подарили мне. По обочине машины? Да, по левой стороне. Я не знаю, как сбили, я сколько раз был под аварией, а тут, ну я живой. Все, у меня нога, тут планка стоит. Тут у меня урастили, у меня же перелом вот здесь где-то. Полностью нога переломлена. А, вам ставили туда? Да, в киров увозили. Врачи очень хорошие. Ага. И рука вот эта была сломана в гипсе, и 4 вибра, и легкая оторвана была. Ничего себе, серьезная прям авария. Ты бы долго подняться лежал? Около месяца. Ну доктора сделали операцию, я не почувствовал. Очень хорошие. И делали уколы не болезненно. Ну это золотые руки у этих сестер. Душа-то во мне была или обессознание. Увезли меня и там очнулся. Я не боюсь смерти. Подождите, я пробки выключаю у меня свет. На всякий случай я пробочку вышибаю. О, выключил вроде, да? Да, на всякий случай. Это я всегда и раньше делал это так же. Вот видите, в дёрке у меня все стоит. Я все тут водичкой и туда выкидываю. Начинает пахнуть, закрывай это и все. Как туалет у меня и все. Тут конечно прибираться и прибираться надо. Ну я прибираюсь помаленько. Чего бояться? Вот не знаю, я вот этими мешками выкидываю в лес это все. Там мусора ничего нет, просто трава. Ну и правильно. Там сгниет все меньше чем за год. Ну вы правильно говорите. Слушай, замечательный. Слушай, ты брать. Вот первый раз был в этом. Ничего не утащил. Все дома. Смотрите. Я смело был. Хорошо. Подскажите, вот врачи мне говорят, на бирже говорят, работу предлагают. А ведь нельзя мне сторожем и вахтером. Как себя чувствуете? Если уверенно чувствуете, то можно. Ну знаешь, это нога. У меня видишь, врач был, он сказал, что я ее задал поставить и на косты. Болеть. Болит у меня. Бывает. Перегрузился на велосипеде и начинает ныть. Ну вот не надо. Нет. Значит, доктор. Забор надо устанавливать, да? Маковка стоит, смотрит. До свидания. Что тут? Что тут? ничего страшного мы заехали вам провести немножко подарочков во-первых книжки потому что мы посмотрели что вы читаете вам может быть почитать интересно будет может почитаете да нет мы все бесплатно взяли убежали из магазина хорошо живете нет я даже знаю я то все равно протяну я плевать какой-то ну на воде все-таки это не так весело сидеть как чем на 8 копейки 200 долларов 178 могу сказать в хорошей больнице занимается делами молодец а вам вот столько хватит покушать столько хватит покушать конечно а вот вы макарошки сейчас варить с кетчупом а варится я железо сдал на 200 рублей отлично молодцы не мы уже мы покушали как быть у меня человек один обворовал восемьдесят девятом году другу я побоялся магнитофону я такова это самое произошло со мной я пик это лучше позвонить или как-то бог вот вот этот номер вот этот